Всем привет! Сегодня в ролике я вам покажу крутой скрипт для Арсенала. Для этого переходим на мой личный сайт, ссылка на него как всегда будет в описании. Также перед началом убедительная просьба зайти на хотя бы какую-то одну из этих реклам, на сайте побыть буквально 10-15 секунд и можете выходить. Это сделано для того, чтобы сайт в дальнейшем работал, развивался, выходили новые скрипты. Так, дальше что нам нужно? Если у вас нету чита никакого, переходим в Exploits. И здесь выбираем один из предложенных читов, либо Star, либо Splash. Сегодня в ролике буду показывать Splash, он сделан наподобие как с ключ-системой, а Star полностью без ключ-системы, то есть вы можете без проблем его запустить. Так, ладно, возвращаемся обратно во вкладку Home, в поиске пишем Арсенал, нажимаем поиск. И сегодня в ролике буду показывать вот этот скрипт, самый последний, где 225 скачиваний. Нажимаем кнопку скачать, далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто. Значит, заходим в Roblox, запускаем чит. Также, что хорошо, этот скрипт работает на DLL от VR и Devs, так что вы можете использовать. Как вы знаете, VR и Devs DLL используется без ключ-системы. Также, если у вас не включена функция FixKickHero, ее включаем, это чтобы вас не кикало, и вам не пришлось потом час целый ждать, чтобы поиграть. Далее, вставляем скрипт в сам чит, нажимаем кнопку Inject. Ждем, пока мы с вами заинжектимся. Все отлично, инжект прошел. Далее нажимаем кнопку Exclude. И загружается скрипт. Ждем, пока он загрузится. Долго почему-то грузит. Странно. Вот, все, отлично. Появился. Функций, в принципе, довольно много. Также много полезных функций. Значит, давайте я вам покажу самые основные, потом, если что, другие функции посмотрим. Значит, первым делом включаем aimbot на голову. Также можно там на туловище, на ногу, на руку и так далее выбрать. Дальше, что нам нужно? Cilent aim включить. Потом SP включаем. Вроде бы как, отключить SP на своих тиммейтов нельзя. Насколько я знаю. Я тут проверял, но, по-моему, нельзя. Также есть трейсер. Это, получается, типа расстояние. Ну, короче, как видите, скорее всего, нельзя выключить, чтобы были видны свои тиммейты. Окей. Тогда будем так играть. Далее, включаем бесконечные патроны. И, в принципе, на этом все. Оставшиеся функции сейчас мы с вами проверим после того, как убьем несколько соперников. Как видите, aim прекрасно работает. Я даже не целюсь. Вот, стреляю куда попало и убиваю в голову. Также у меня бесконечные патроны, как видите. Перезарядки никакой вообще нету. Также вы можете с помощью прицела сами навестись на игрока на голову и тем самым его убить. Но это если вам удобно делать. Если неудобно, то можете вообще не наводиться и просто стрелять куда хотите. Самое главное, чтобы соперник не был за стеной. Потому что если он за стеной стоит, то, естественно, вы его убить не сможете. Давайте посмотрим, что здесь еще за функции есть. Я, в принципе, особо их не проверял. Также, кстати, радиус можно увеличить, а им бота сделаем на 1000. Это чтобы на большом расстоянии попадать в голову. Ну, клип, в принципе, показывать не буду. Флай тоже. Я думаю, вы все знаете, как это работает. Инфинити Джамп тоже такое себе. Джамп Пауэр – это высота прыжка тоже неинтересна. Скорость. Скорость, возможно, кстати, если хотите, можете поставить. Особо смысла нету эту функцию показывать. Давайте проверим функцию NoRecoil. Вроде бы как полезная функция, если не ошибаюсь. Так, что здесь еще есть? Fast Fire Raid. Быстрый огонь. Рейд какой-то. Не помню, как это переводится. Окей, давайте включим. Далее, что здесь еще нам интересно? Триггер-бот можно включить. Валл-чек. Free for L. Давайте это тоже включим. Автофарм. Скорее всего, мы сейчас будем тпхаться на игроков и их убивать. Да, как я и предполагал, автофарм работает то, что вы тпхаетесь к сопернику за спину и в спину его убиваете в голову. Ну, мы в голову убиваем, потому что у нас голова стоит. Если что-то другое будет стоять, то мы будем убивать, естественно, в другую часть тела. Ну, в чате уже пишут, что я читер. Прикольно. Ну, это чисто такая функция побаловаться или кому-то нагадить. Давайте ее выключим. Ага, а теперь она не хочет выключаться. А как это сделать? Так, все, мы сразу победили. Короче, сейчас новый раунд начнется и ее выключим все-таки. Ну, то есть... Мне особо, конечно, интересно с этой функцией гонять, но если вам нравится просто над кем-то поиздеваться, то можете ее использовать. Почему-то не дает мне ее выключить. Очень странно. Ну, ждем, короче, когда меня тв хнет в лобби. Там, по идее, я должен успеть ее выключить. Вот, все, отлично. Успел выключить. Анти-аим. Это вроде бы, чтобы вам не целились в голову или в другую часть туловища, тела. То есть, по идее, вас эта функция как-то должна спасать от других. А, инстант-респаун, это вроде бы как быстрый респаун. Включаем его. И по оставшимся функциям все, в принципе. Там особо ничего интересного не осталось. Окей, давайте быстренько сыграем эту катку. Так, я за кого играю? За синих? Да, я за синих. Короче, видите, в чем прикол? Неудобно то, что вы можете наводиться на своего соперника. Тем самым в него стрелять. Естественно, вы его не убьете, потому что это ваш тиммейт. Возможно, как-то можно отключить SP на тиммейтов, но почему-то у меня не получается. В принципе, если вы найдете, можете отключить, потому что сильно довольно мешает эта функция. То, что вы можете своих тиммейтов на них наводиться. Очень неудобно. И, как видите, без проблем я всех убиваю в голову. Также можно убивать в любую другую часть тела, если вы хотите. Довольно крутой, в принципе, скрипт. На этом, я думаю, буду заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом, потому что там очень все просто и легко получить или скачать. Также ежедневно выходят новые скрипты на режимы. То есть, если, допустим, какой-то новый режим выходит, буквально там на следующий день на него уже появляется скрипт. Также, если на каком-то режиме нет скрипта на сайте, который вам нужен, то в скором времени он там 100% появится. В принципе, на этом все. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok